Итоги уходящего года сегодня подводили в Мажелесе. У депутатов Нижней Палаты Парламента и в предпраздничные дни немало работы. Сегодня парламентарии рассмотрели два законопроекта. И все же на заключительном в этом году пленарном заседании спикер Мажелеса Нурлан Нигматуллин выразил уверенность, что в 2018-м благодаря конструктивной и эффективной работе всех фракций Мажелес обеспечит качественную законодательную поддержку стратегического курса главы государства. Ирина Камышова весь год следила за законотворческой деятельностью парламентариев и готова рассказать, чем запомнится 2017-й не только для депутатов, но и для всей страны. Предпраздничное настроение, завершающее этот год пленарное заседание. Но о новогодних праздниках пока здесь никто не думает. На повестке несколько законопроектов о защите детей и деструктивной информации, о регулировании предпринимательской деятельности и вопросах земель на космодроме Байконур. 2017-й для парламентариев вообще прошел по-новому. Новый формат работы, жесткий контроль правительства, повышенная ответственность чиновников, конституционные реформы, инициированные президентом страны, в действии. 35 полномочий по закону, определенному президентам, переданы в парламент или в правительство. Роль парламента повысилась намного, я считаю. Роль правительства поднялась. То, что мы сделали, я думаю, сделали правильно. То, что решение о передаче полномочий было верным, подтверждают факты. Все значимые реформы в стране и важные документы бурно обсуждались именно в парламенте. Приоритеты законодательной деятельности парламента были заданы президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым на открытии сессии в сентябре нынешнего года. Нами с начала сессии принято в работу 80 законопроектов, из которых 42 рассмотрено и одобрено. Причем 12 законопроектов разработаны самими депутатами Мажелиса. Из принятых парламентом законопроектов 27 на сегодня уже подписаны главой государства и обрели силу закона. Вы видите, уважаемые депутаты, мы набрали хороший темп работы. Его необходимо сохранить и в наступающем 2018 году. Взять хотя бы начало сессии Мажелиса. Тогда на парламентских слушаниях, что называется всем миром, говорили о переходе на латиницу. При образовании будет подвергаться только государственный язык и только казахский алфавит. Перед нами жизненно важная перспектива быть полноправными членами клуба 30 конкурентноспособных мировых держав. Депутатским корпусом решали, как обеспечить казахстанцев питьевой водой. Тогда на слушаниях приняли стратегическое решение. Назначили единого оператора по строительству водных сетей. А министрам пришлось отбиваться от резонных вопросов депутатов. Стоимость проектов на один километр водопровода в одном и том же регионе разнится и варьируется почти в три раза. Чем обосновывается столь значительное расхождение стоимости проектов? Целый год обсуждали, одобряли мажоресмены и важные для страны экономические документы. К примеру, налоговый кодекс, национальный таможенный и кодекс ЕАЭС. Проясните, пожалуйста, каков механизм подачи этой электронной декларации? Два способа. Если он может выйти на портал, сам заполнит своего имени, достаточно упрощенная декларация, либо за него сделает сотрудник таможенного органа, где он находится. Одобрен был и самый народный кодекс об административных правонарушениях. Сейчас абсолютное большинство автовладельцев жалуются на то, что предписания за нарушения, зафиксированные скоростемерами, им не доставляются. Появится возможность в режиме онлайна доставлять уведомления. И, наконец, главный финансовый документ страны – трехлетний бюджет Казахстана. Тогда решали, куда потратить десятки триллионов тенге. Вопросы разработчикам задавали самые, что ни на есть жесткие – за каждой тенге. Судя по ряду примеров, правительство следует вдогонку за события, вместо того, чтобы опережать их. Так происходит и с подготовкой к зиме, и с обеспечением углем, бензином и защитой отечественных производителей. Конституционные реформы – свидетельство о демократизации. Открытостью отличался год и для Мажелиса. Открытость для всех – общественников, журналистов, населения. Жаркие дискуссии краснели даже высокопоставленные чиновники. Но это веление времени, как и предвидел глава государства, кому, как ненародным избранникам, контролировать исполнителей. Найти надо решение проблем. И мы думаем, что регулирование цен, их снижение приведет к доверию и уважению населения к правительству. Кто эти предприниматели, в каких интересах, в чьих интересах вообще они ведут пропаганду? Органы госаудита осуществляют комплексную ревизию по итогам исполнения бюджета. То есть, когда средства уже использованы и выявляются уже совершенные нарушения. С начала сессии прозвучало около 140 депутатских запросов. Непростые вопросы задавали все – и премьер-министру, и первым лицам ведомств, и национальных компаний. Депутатская фракция ДПК «Акжол» считает необходимым. Первым – абитуриентам, набравшим свыше 110 баллов, но не прошедшим на грант по выбранной специальности, предоставить возможность получения гранта на другую специальность, где имеются нераспределенные гранты с условием последующей сдачи разницы предметов по НТ. Это всего один из многих вопросов, которые удалось решить мажоресменам. Благодаря их работе для абитуриентов было выделено дополнительно полторы тысячи грантов. Конституционные реформы, проведенные главой государства Нурсултаном Назарбаевым, на деле доказали свою своевременность и эффективность. Последнее в этом году пленарное заседание завершилось, но на новогодние каникулы депутаты не собираются. Уже на следующей неделе они отправятся в регионы и отдаленные аулы Казахстана. Там они лично встретятся с населением, обсудят проблемы, помогут в решении социальных вопросов и расскажут о законодательных изменениях. Ну а после примутся обсуждать новые законопроекты. Какие, узнаем в следующем году. Ирина Камышова, Мейрамбек Ахмаханов, Итоги дня.